здравствуйте меня зовут федор васильев встречаю вас в четырнадцатом уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и в этом уроке мы поговорим с вами как манипулировать убирать ненужные вещи а именно копирайты копирайты это такая информация которая как правило располагается в нижней части сайта в данном случае вы видите вот здесь и у нас тут есть много ненужного и сейчас мы с вами будем это убирать смотрите как у меня на моем демо чистенько здесь все выглядит копирайты ничего лишнего видите копирайты год год создания сайта например и ссылка на главную страницу до школа федора васильева анкор ссылки до по умолчанию конечно у вас будет выглядеть вот именно так как у меня здесь идет ссылка на разработчика данного шаблона нам она не нужна мы ее будем убирать из полезного что здесь можно отметить ну во первых можно оставить вот этот топ эта стрелочка наверх если мы кликнем якорь то нам отмотает сайт до самого начала то есть если это будет вам здесь нужно можно будет оставить ну и наверное может быть вам это пригодится чтобы ваши люди могли пользователи то есть вашего сайта могли имели возможность по нажатию на плюсик увеличивать текст а видите все крупнее стал на сайте вот таким образом смотрите ведь увеличивается увеличивается весь текст и соответственно минус уменьшить я считаю что это ненужная вещь и поэтому это тоже мы будем убирать переходим значит в админку сайтом переходим в наш шаблон и кликаем по вкладке дополнительной возможности прокручиваем ниже и останавливаемся вот на этой вкладке инструменты открыть сайт если мы наведем на кнопку здесь все понятно дать возможность пользователям увеличивать размер шрифта это вот этот плюс и минус решать вам я это отключаю ставим нет следующий параметр тоже ставим нет показать rtl переключатель тоже нет у нас принципе стоит направление текста это вот как раз вот это поле она у нас отключены поэтому здесь без разницы так seo мы пока пропускаем и останавливаемся вот здесь вот кредиты дисплей сайт показать логотип от этой вот конторы мы ставим нет так и тут обращаем внимание вот на два нижних параметра показать валидации ссылки это у нас вот это вот валит видите вот такой вот тоже не нужны вообще что хлам здесь мы отключаем ну и тут решается показать топ ссылку прокрутки да нет это вот это топ прокрутка наверх принципе я тоже у себя убрал давайте на этом этапе сохраним и посмотрим как выглядит у нас сейчас сайт обновим страницу и у нас осталось а последняя ссылка копирайтов все у нас лишнее убралось смотрите что есть происходит посмотрите по сути пользовательский подвал авторские права ведь вот это поле если мы сюда впишем это по сути наши копирайты как правило шаблоны нам предоставляют специальное поле куда мы можем вписать любые копирайты как сейчас вот я сделал и при этом раскладе автоматически вот эти все левые копирайты от шаблона должны убираться и подставляться наши здесь в этом шаблоне разработчики намудрили вот смотрите мы нажимаем сохранить и что мы видим наши копирайты подставляются вместе с этими копирайтами и абсолютно ненужной ссылкой они предлагают что-то там еще докупить чтобы выкупить права и иметь здесь только свои копирайты это конечно же бред если конечно вас вот это устраивает ситуация можете так и оставлять если нет мы сейчас будем править файлик в шаблоне залезем в код и я покажу как что нужно там убрать и заменить чтобы выглядело вот так вот чистенько как у меня соответственно здесь от этого поля мы отказываемся здесь мы писать ничего не будем потому что мы напишем нужные нам копирайты самом файле шаблона сразу вам советую обзавестись программой бесплатный notepad плюс плюс через нее очень легко редактировать код я буду ей пользоваться и если у вас будет данный редактор вам будет проще понять что и как нужно сделать сейчас вы заходите свой хостинг аккаунт и авторизуетесь там я зашел свой аккаунт хостинга зашел файловый менеджер открыл его мы с вами уже это что-то похожее делали сейчас мы будем искать данный файл конечно его можно найти уже и в шаблоне в папке с плагином да на компьютере но так как шаблон у нас уже установлен поэтому я думаю проще будет он быстренько отыскать на хостинге тем более я знаю уже какой-то файл просто сейчас покажу вам где он находится смотрите вот мы находимся в корне нашего сайта мы идем плагины мы идем систем папка два раза кликом открываем и вот это самая последняя папочка это от нашего шаблона мы два раза открываем потом мы кликаем include открываем теперь вот эту крайнюю папочку мы открываем папка функцион и нам нужен всего лишь вот этот файл с ним мы будем работать я вот сейчас выдел смотрите правой кнопкой мыши по нему если у вас на русском то здесь будет кнопка скачать если как у меня на английском кликаем по кнопке download и скачиваем данный файл себе на компьютер значит я открыл папку где этот файл я скачал и правой кнопкой мыши смотрите и кликайте вот видите у меня от notepad плюс плюс выпадающем списке появился такая менюшка открываем вот через notepad открыли значит данный файл прокручиваем самый низ и у нас самый нижний вот это строчечка с ней мы сейчас будем работать здесь нужно аккуратненько кое-что удалить и заменить здесь информацию на свою чтобы у нас не разрушился данный код и давайте начнем с самого начала посмотрите написано по-английски я сейчас выделил копирайты здесь можете по-русски вставить слово копирайты а вот таким вот образом дальше смотрите вот этот строчечку кода мы оставляем копии это у нас вот этот вот значок видите маленький свойственно копирайтом то есть он должен находиться внизу смотрите теперь внимательно вот я сейчас выделю строчку вот эту в тегах спам вот это нужно обязательно вот именно вот так как я выделил ничего лишнего вот так вот не задев вот тут а одинокую кавычку не удалите ее а именно вот так как я выделил нужно аккуратно это удалить потому что эта строчка все равно будет выводить копирайты от шаблона вместе с вашими в общем аккуратненько просто вот эту вещь мы удаляем дальше вот этот текст можно просто удалить вот таким вот образом так дальше ну соответственно вы видите здесь адрес сайты разработчиков нам он не нужен мы его аккуратненько удаляем и оставляем свой сайт дальше title соответственно пишите свой я свой пишу школа федора васильева и здесь у нас еще есть также текст также аккуратненько выделяем удаляем и пишем свой в принципе с редактированием кода здесь все теперь все это нам нужно сохранить но перед этим давайте убедимся вот в чем смотрим на верхнюю часть нашей программы находим такую ссылку кодировка кликаем по ней и убедимся в том что у нас стоит . напротив кодировать в utf-8 без бум вторая позиция убедились в этом если нет тут у вас этой позиции то ставим здесь точку и вот здесь есть маленькая такая иконочка если мы на нее наводим написано сохранить это сохраняет наше изменение мы кликаем по ней все изменение у нас сохранились теперь данный файл нам нужно закинуть в ту же папку на хостинг и он заменится и изменения вступят в силу и так я открыл хостинг панель туда же мы просто перебрасываем вот так перетягиваем файл все он у нас тут заменился идем на сайт и обновляем страницу прокручиваем самый низ и смотрим у нас с вами все прекрасно получилось тайтл школа федора василия всплывает текст есть из ссылка ведет на саму себя то есть на наш сайт и так в этом уроке я еще хочу поговорить про логотип и про фавиконку маленькую иконочку смотрите смотрим на шапку сайтом видим здесь у нас идет логотип от нашего шаблона да если вы хотите чтобы у вас выглядел логотип примерно вот так смотрите как у меня видите мой логотип и идет адрес моего сайта сейчас я вам подскажу размеры смотрите на фотошопе подготовьте свой логотип или закажите у фриланса и чтобы у вас был размер ширина 185 на 70 и так будем считать то что у вас уже есть логотип и давайте попробуем его разместить на смотрите заходите в шаблон во вкладку расположение и вот здесь самый первый вот такая модульная позиция мы кликаем по шестереночки сбоку кликаем по кнопке выбрать и сюда просто загружаем наш логотип я загружу свой загрузить итак если вы не можете найти кнопку вставки смотрите просто закрываете вот это окно нажимаем еще раз выбрать и здесь уже кликаем по нашему логотипу и теперь нашу кнопку вставить видно кликаем вставить видно что у нас логотип ставился и как я уже говорил у логотипа у нас размеры 185 на 70 и убедитесь в том что у вас вот нижние две позиции были в позиции выключены так давайте нажмем сохранить и обновим страницу как вы видите наш логотип прекрасно встал так теперь у нас логотип готов давайте поговорим о фавиконки что это такое смотрите это маленькая иконка в строке браузера вы сейчас видите иконка отображается по умолчанию от джумла и если вы это не знаете как делать заменять я сейчас вам быстренько объясню эта иконка здесь рекомендуется ставить логотип в укороченном виде вот смотрите видите мой логотип у меня подойдет например а вот просто вот эта иконочка с буковкой f соответственно вот это название здесь уже не входит и вам нужно подготовить картинку 16 на 16 пикселей вы можете также на фотошопе убавить до такого размера и сохранить в формате jpeg или png но нам нужен потом формат и к как получить такой формат есть бесплатных очень много в интернете сервисов вы идете в яндекс и в поиске пишите в по-русски фавикон и у вас всплывают всевозможные сервисы где вам не потребуется никаких знаний интуитивно туда просто загружайте свою иконку а на выходе скачиваете готовую иконку формате и к я порекомендую вам сервис а вот он здесь а вылетел pr черточка к у точка ру заходим вот этот сервис он неплохо достаточно генерирует генерирует иконки вот тут написано создать фавикон для сайта выбрать изображение с компьютера вы просто выбираете изображение с компьютера вот у меня уже фавикон . и ко есть потом со второе создать фавикон и получите созданную фавикон для сайта то есть вы просто отсюда скачать все здесь принципе объяснять нечего и так будем считать что вы создали фавикон q и давайте я вам сейчас покажу а куда ее нужно разместить вы также проходите файловый менеджер своего хостинга переходите в корень сайта смотрите находим внизу папочку template потом нашу папочку актив об заходе внутрь и вот считай мы находимся в корне шаблона мы находим вот сейчас я выделил иконочку фавикон это та которая у нас по умолчанию джумала вы просто свою иконочку вот так вот фавикон . и к перетягивайте сюда и она у вас заменится будьте внимательны что у вас у иконки должно быть такое же название фавикон . и к все я перетянул иконка здесь заменилась и так давайте обновим страницу и посмотрите сейчас вы видите отображается мой логотип в углу в вкладке браузера это может случиться у вас не сразу попробуйте несколько раз обновить страницу то есть вы можете видео не сразу если это не поможет попробуйте очистить куки браузера на этом урок я заканчиваю и увидимся в следующем